здравствуйте уважаемые друзья у многих имеются вот такие скальпы петушков крашеные которые не всегда подходят для вязания мушек довольно таки жесткая ость и само перо жесткая но несмотря на то что можно его использовать его нужно использовать вот можно вязать вот такого типа мушки или же как мы сегодня я хочу вам предложить очень простой но уловистый вариант стримера использовать можно и остатки перьев больших проблем с материалами для изготовления этого стримера у вас я думаю не должно возникнуть для начала я подготовил карповый крючок вы можете использовать любой крючок который вы захотите для себя но я его использую как вы видите для это потому что у него имеется довольно таки характерный загиб с отводом жала в сторону очень хорошо подсекает любую даже самую осторожную рыбу которая попытается попробовать наш стример беру обыкновенный свинец листовой вы можете использовать свинец с наборов и огрузим насколько его возможно будет по нашему телу можно добавить латунную бусинку но я хочу вам предложить сейчас самый самый такой бюджетный вариант для того чтобы у нас была возможность изготовить любому без лишней головной боли по материалам заправим кончики свинца сильно не изощряемся просто подхватили по концам чтобы при дальнейшей работе у нас свинец не уходил куда-либо подхватили и будем изготавливать хвостик хвостик можно изготовить как из остатков перьев так и использовать можно мех как я буду сейчас в своем варианте любой материал который у вас имеется можно использовать вот допустим есть остатки пера как у меня можно оборвать вот эти пуховые и изготовить хвостик но так как я буду стример изготавливать в большей степени под ловлю не только окуня а и судака щуки иногда сом карп тоже не пропускает чтобы вы знали для этих целей я возьму мех песца немножечко подлиннее для того чтобы мой хвостик хорошо играл в воде но не настолько длинный чтобы не мешал хорошо использовать при изготовлении таких стримеров если у вас имеется мех допустим альпаки или ангоры вот я приблизительно вымеряю хвостик он должен быть несколько длиннее у меня чем само сам крючок совсем-совсем немножечко так как крыло которое мы будем изготавливать из пера будет у нас достаточно длинным чтобы было привлекательным для нашего хищника это отчасти собирательный образ который уже проверен не одними годами рыбалки рыба довольно таки хорошо откликается на эту приманку в более мелких вариантах она в основном похоже на мокрую мушку стандартную ее не пропускает плотва и другая наша белая рыба подготовили такой хвостик теперь для того чтобы его немножечко приукрасить потому что в дальнейшем мы не будем с вами добавлять каких-либо элементов я совсем-совсем немножечко возьму щепотку красного меха писца и постараюсь его закрепить так чтобы он меня только обозначил красный контур вокруг белого меха едва подхватили подровняли наш красный мех он у нас ровненько лег по контуру белого меха что нам и требуется окончательно прихватим добавим немножечко остатков люрекса который всегда остается здесь желательно использовать плоский если у вас допустим есть кристалл флэш ставки не переживайте сильно запутываться не будет это уже проверено добавили с одной другой стороны много не надо потому что и так у нас будет иметь привлекательный вид наша приманочка закрепили материалы следим за тем так как у меня крючок имеет такую особенность с изгибом чтобы мы не ушли от центра для этого я промазываю немножечко клеем свое крыло как обычно чтоб не его было видно как она у меня стоит находится его расположение и и теперь относительно нашего крыла добавим немножечко клея и будем теперь формировать тело тело можно изготавливать из даббинга любого какой вы сочтете нужным оттенок но учитывая то что у меня имеется вот такая тесьма приобретенная в галантерийном магазине я обычно стараюсь тело изготовить чем-то похожее на тело осы пчелы с чередованием разных оттеночков черного оранжевого или желтого для этого я взял вот такой кусочек небольшой нитки ровницы можете использовать любую нить которая позволит вам просегментировать наше тело подберете сами больших требований к этой нити нет она только лишь будет украшать наше тело и совсем-совсем немножечко вот такую тоненькую полосочку есть такой у американцев юнифлос плоский люрекс но этот у нас люрекс из новогодних юлок для того чтобы придать немножко блеску нашему телу ставлю крючок опять как мне удобно и крепим теперь нашу тесьму из которой будем изготавливать тело для того чтобы тело у меня было более менее ровным я стараюсь тесьму закрепить по всей длине чтобы у меня не было неровностей закрепили доходим до уровня грудки здесь оставляем так как я не буду закреплять ничем армировать нашу синель она и так достаточно крепкая но для большей крепости я добавлю немножечко клея с одной и с другой стороны так чтобы хищник не сильно быстро порвал ее и подкручивая чтобы она не распускалась так как она из пряди трех волокон начинаю производить намотку нашего тела напомню вам цвет можете пробовать любой практически играет рыба реагирует и на черный и на зеленый и на чисто красный можете с даббинга вопросов больших в этом отношении нет доходим до места где мы закончили крепить приблизительно почти сантиметр не доходя до колечка закрепили наш окончательно тесьму убрали остатки берем черную нашу ниточку и начинаем начинаем теперь сегментировать наше тело хорошо продавливая следим за тем чтобы виточки наши были достаточно ровненькими и симпатичными вот как вы видите чем-то уже напоминает оску пчелку уже для хищника имеется какой-то внешний раздражитель повторю я уже говорил об этом об этом неоднократно довольно таки интересное интересное сочетание цветов поэтому что касается хищников проверено уже реагируют почти всегда поэтому я есть возможность я стараюсь изготовить таким тело убираем остатки промажем немножечко клеем чтобы никуда у нас не убежал и теперь совсем совсем немножечко вот в месте где мы проходили нашей ниткой нам понадобится для того чтобы красиво закрепить перо я уже неоднократно объяснял для чего я выполню небольшой вот такой шарик чтобы была площадка для моего пера для крепления пера я использую тот же подшерсток который вытащил с красного нашего меха песца промажем немножко клеем и вот так промотаем скроем следы крепления я подкрашу нить красным чтобы не менять нитку так как она нам совсем немножко понадобится красного цвета и подготовил из скальпа в этих петушков две пары вот таких по расцветке крыльев взял оранжевый и взял желтый можно добавить еще и зеленый красный как вы захотите вымеряю длину подровняю вымеряю длину наших перьев они должны доходить приблизительно до середины вот так нашего хвостика не обрезаю потому что у меня то свой метод крепления пера вы как вам будет удобно примерили крылышки у нас должны находиться вот в таком положении обогну вот так будем крепить наше цевьё уже с телом чтобы наши перья находились ровненько вот как вы видите второй вариант вышел у нас крепление перьев более удачен подровняли наши перья они должны стать небольшой вот такой как крышей для этого я немножечко добавлю клея на место крепления так как остатки пера у нас будет маленькие недостаточно для крепления будет для крепления нашего пера чтобы он крепко у нас держалась подтянули подровняли посмотрели чтобы находился с нашим хвостиком а не уходил куда-либо и теперь окончательно в этом месте прихватим еще раз проверили да все нас устраивает все хорошо вот и теперь окончательно я удаляю все перья которые я здесь закрепил вот все готово прихватим немножечко и теперь учитывая то что дабинг наш уже есть находится в нужном месте мы берем еще совсем совсем немножко нашего красного дабинга и пройдем еще до места крепления опушки вот так подхватили и теперь я еще немножечко подкрашу нить так как совсем немножко понадобится нам красного цвета нить и в этом месте по остаткам перьевы у меня получился вот такой кусочек перышко гризли если у вас есть какое-либо другое перо пожалуйста можете использовать другое перо для удобства намотки чтобы перо у нас не скользило я поставлю крючок в такое положение крепим наше перо и уводим нить колечку и теперь здесь и сделаем парочку узелков чтобы никуда наша нить не убежала вот так берем перышко и выполняем опушку величина опушки большого значения не имеет главное чтобы она была эстетически выполнена для вас правильно и работала именно как раздражитель для рыбы поэтому выйдет два три все зависит от того какое перышко вы будете использовать учитывая длину моего перо у меня вышло буквально три оборота я считаю что этого вполне достаточно и его лохматость как я говорю прихватили перо подкрашу немножечко нить черный цвет дабы не менять увожу все перья назад и сформирую небольшую головку как вы видите я все закончил вскрыл немножечко лаком саму головку и наш вот такой нехитрый стример который можно изготовить практически за 10-15 минут с использованием до всевозможных материалов которые у вас будут под руками готов к работе повторю еще раз довольно таки уловистая приманка не пропускает даже карпс и сазан подберете рассветочки вот в таком варианте уже проверено ну реагирует практически вся рыба благодарю вас за внимание до скорых встреч по-английски до свидетель до новых встреч Продолжение следует...